Приветствую вас, Вадим. Не первый раз я уже отвечаю вам на вопросы на ваши, и вы знаете, заметил я некоторую закономерность ваших вопросов, которые вы задаете. В них существует достаточно серьёзная негативная установка, что я неудачник, что мне нужно только адаптироваться, мне нужно только смиряться, мне нужно постоянно бороться, мне нужно постоянно побаровать в себе что-то, мне нужно постоянно как бы преодолевать, да, и так далее. И это не случайно, это не спроста, такая позиция. Вы болели, и болели вы, видимо, достаточно сильно, 5 лет. И произошли за 5 лет события, безусловно, не самые лучшие, не самые хорошие, да, вы потеряли большие проблемы на работе, значит, женщина бросила, кстати, почему вы говорите, что псих, то есть, почему псих, вот, и так далее. Значит, эти вещи, они сказались на вас негативно, это так. Но, не значит ли это, что в трудности, в трудности, вы окружили себя не теми людьми? Не значит ли это, что трудности показали вам, какой вы на самом деле? Не значит ли это, что трудности оставили у вас косяк, основу, которая является, собственно, тем, кто вы есть? Да, вам, может быть, не нравится, какой вы, но нельзя вписывать изменения характера только на болезнь. Это было бы в высшей степени безответственно. В своем предыдущем вопросе, на который я отвечал, вы писали о том, что живете в иллюзиях. И жизнь в иллюзиях – это избегание. А избегание в купе с тем, что вы пишете – это глобальное негативное восприятие себя. Вы говорите, что всему виной болезнь. Но болезнь – это, скорее, катализатор. Это стимул. И в результате стимула вы пришли к тому, к чему пришли. Тут не мириться нужно, потому что, смирившись, вы, по сути дела, примите свои неудачи. Смирившись, вы, по сути дела, как бы скажете – да, я достоин того, чтобы в моей жизни было все плохо и так далее. Не измириться здесь нужно, а делать выводы. Не приниматься, как ездить нужно, а извлекать пользу, опыт для себя и что-то с этим делать. Вот. Заметьте, вы даже не пишете вопрос. Своего вопроса. То есть, я не исключаю, что, возможно, у вас есть депрессия. Возможно, у вас есть депрессия или депрессивное состояние. Ну, вот по тексту определить сложно, но тем не менее. Вот, потому что вы не задаете вопрос. Вот. Вполне вероятно, что действительно у вас кризис, и вам сейчас нужно просто поверить в себя, поверить в свои силы. А для этого нужна поддержка. И непонятно, как у вас обстоят дела с родными, непонятно, как у вас обстоят дела с близкими, да, с друзьями. Вот. Ну, то, что женщина бросила, это понятно, но, опять же говорю, то что, если она бросила вас, значит, так ли она вас любила. И, может быть, хорошо, что она вас бросила. Как вы думаете? Ну, вот. А в целом, в целом, сама картина очень-очень неполная. Вы говорите, что вы болели африканской болезнью. Ну, как-то вы, значит, эту болезнь получили, значит, вы были в Африке, и какие-то цели вас сюда завели. Понимаете? Меры предосторожности, ну, тоже, наверное, были как-то либо проигнорированы, либо реализованы неправильно. Понимаете? То есть, обвинять болезнь, это очень удобно. Обвинять болезнь во всех твоих не учатся. Но правда в том, что то, что у вас не получается, результат вашей деятельности, это не болезнь. Болезнь, это тоже результат вашей деятельности на самом-то деле. Не виноватых нужно искать, а исследовать свою серию выборов, исследовать свою серию решений, которые привели вас к тому, что вы имеете. И вот делать из этого вывода и принимать другие решения, то это вы можете сейчас, ибо жизнь продолжается, и как бы там что ни было, вы все равно живете дальше. И вы можете жить либо плохо, либо хорошо, и я думаю, что лучше жить хорошо. Для того, чтобы жить максимально хорошо, нужно принимать новые решения. Для того, чтобы не повторить предыдущих ошибок. Поэтому я полагаю, что не имеет смысла пасховать по поводу прошлого, а имеет смысл думать о будущем. Вот. Но, еще раз повторяю. До тех пор, пока вы считаете, считаете, А, что виной всему болезнь, то есть нашли козла отпущения, да? И, Б, пока вы формируете свою позицию, что мне нужно смириться, ничего не получится. Потому что смириться, значит признать поражение. Признать поражение, значит сдаться. Сдаться, значит ничего не достичь. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Понимаю, что проблема серьезная, но это, знаете как? Вот, вы пишете, да? Значит, вы выписываете, по сути, факты. Что только? Это только факты из вашей жизни. Где субъективная сторона? Где ваши отношения? Как вы воспринялись, что вас бросила женщина, например? В какую сторону у вас изменился характер? Именно в какую сторону изменился? То есть какие изменения произошли? Что за проблемы на работе? Как их решать? Значит, здоровье. Как можно поправить здоровье? Как можно поправить нервную систему? Сейчас, когда вы подлечились, какие у вас появились ресурсы для того, чтобы отстроить то, что разрушено? Вот о чем нужно думать. А не о том, чтобы мириться. Я сейчас скажу довольно банальную вещь, но если что-то разрушается, значит, было построено недостаточно крепко. И тот факт, что разрушено, означает, что вы построите что-то новое, другое, более крепкое и надежное. Что-то, чему можно доверять. Что-то, на что можно опереться. Если сделаете, еще раз повторяю, правильные выводы. И излечете правильный, то бишь конструктивный для себя опыт. Вот то, что вам можно ответить. Потому что, в принципе, для более подробной консультации, да, для того, чтобы все это выработать, все это исследовать, нужно работать с вами. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!